Мой мужчина ведет себя как ребенок. Почему ты терпишь этого мужчину? Что мешает тебе меняться? А как мне стать женщиной возле мужчины? А какое решение ты боишься принять? Мой мужчина ведет себя как ребенок. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Кстати, если для тебя важно разобраться, как строить по-настоящему счастливые отношения, как прокачивать себя как женщину, как раскрывать свой потенциал, как раз и навсегда изменить свою жизнь, тогда прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Действуй! Она ведет себя как мама, он заставляет вроде бы якобы вести себя как мама, контролировать его, пинать, вдохновлять, мотивировать, а он как маленький слабый ребенок не несет ответственность, не отвечает за свои слова. Что же делать, как его изменить? Давайте поэтапно. Если он ребенок, и ты с ним живешь, ты живешь с ребенком, то получается, кто ты? Ты мама. Правильно? Ну логично же. То есть, если ты кушаешь шоколадку, кушаешь перед сном, значит, ты любитель сладкого. Если ты живешь с ребенком, взрослым ребенком, значит, ты мама. У меня вопрос, кто виноват в том, что ты ведешь себя как мама? Кто заставляет тебя такой быть? Может быть, есть какой-то человек, который с калашником стоит перед тобой и говорит, если ты перестанешь быть мамой, я прострелю тебе колено. Ты сама, наверное, это выбираешь. Так вот, а кто виноват? Ты, наверное, скажешь, что это он виноват. Можем поиграть в игру «Первый миллион». Виноват он, либо виновата ты, либо президент, либо курс доллара. Угадай один правильный вариант, кто же виноват в этом всем. Это не с целью тебя обвинить, а просто, чтобы сначала выстроить логичную связь, а потом, чтобы мы уже пришли к каким-то правильным направлениям, как это изменить. Это ты создала жизнь такую, ты этого мужчину выбрала, ты согласилась быть мамой. Ведь простой выход из этой ситуации. Ты приходишь к нему и говоришь, дорогой муж, дорогой парень мой, смотри, не претензия к тебе, просто хочу разобраться. Мне кажется, что ты ведешь себя как ребенок, мне кажется, что я веду себя как мама, в этом виновата я, посоветую, как мы это можем изменить. Просто я не готова больше продолжать быть мамой, я к этому не готова. Поэтому давай мы определим варианты, как мы это можем изменить. Ведь я хочу, чтобы ты был счастлив, а как я могу тебя сделать счастливей? Но при этом, не будучи твоей мамой, чтобы ты не был моим ребенком, а чтобы я была женщиной, а ты был мужчиной. И ты задаешь вопрос и общаешься. Ты знаешь, самый подвох в чем? Что знаешь, кто здесь на самом деле ребенок? Это ты. А знаешь, что такое ребенок? Это не смелый человек, у которого нет смелости, готовности принять решение. А какое решение ты боишься принять? Первое, ты боишься принять решение так поговорить. А второе, ты боишься принять решение расстаться, если вдруг он не согласится быть мужчиной. Правильно? Ты же на самом деле такой же ребенок. Но только ты такой ребенок взрослый. Ты такая взрослая, умная, сильная, контролирующая. Но в глубине души ты такой же ребенок, который так же боится, как и он. Если с другой стороны заглянуть, что заставляет тебя быть контролером? Это недоверие к мужчинам, претензии, убежденность, что он не справится, убежденность, что он слабый, что он немощный, жалость к этому мужчине. Если я спрошу, кто виноват в этих чувствах по отношению к этому мужчине, конечно же, он тоже виноват, но глобально эти чувства в тебе были. И ты выбрала соответствующего мужчину. А он искал такую женщину, возле которой можно быть таким. Он выбрал женщину, которая согласна быть с таким мужчиной, как он. Правда же? Ведь если бы ты была бы не согласна, ты бы не задавал этот вопрос. Ты бы просто взяла и прекратила. То есть, если ты не согласна курить сигарету, ты берешь и бросаешь эту сигарету. Ты перестаешь курить, ты принимаешь решение больше не курить. Если ты не согласна иметь лишний вес, ты просто принимаешь решение обитаться здоровым питанием и заниматься несколько раз в неделю спортом по правильной программе. Все, и вопрос решен. Еще глубже давай копнем. Что мешает тебе изменить ситуацию? И заметь, я сейчас говорю не изменить мужчину. Если ты будешь пытаться менять мужчину, это горохом об сену. Это лбом об бетонный столб. Это бесполезно. Но что мешает тебе меняться? Что мешает тебе менять, предпринимать шаги для изменения? Это твой страх. Почему ты терпишь этого мужчину? Потому что тебе страшно остаться одной. Потому что у тебя есть убежденность, что ты никому там не нужна. Что ты не встречаешь лучшую мужчину. Что тебе жалко его. Как же он без меня справится? А он тобой манипулирует. А он уже знает, как тобой управлять. Он уже знает, за какие ниточки дергать. Какие слова тебе говорить, чтобы от тебя получать то, что он хочет. Ну и вы на самом деле пара. Если подводить итоги. Наверное, хочется, конечно же, услышать вот такой ответ в стиле. Нажми на вот эту кнопочку. Скажи вот эти три слова. Покрутись три раза вокруг левого плеча на 90 градусов. И ситуация изменится. Я понимаю, что хочется услышать такой ответ. Это, знаешь, вопрос в стиле, а как мне выучить новый язык, Ярослав? Вот я сейчас знаю русский, английский. Слушай, а посоветуй, вот у меня ситуация. А как выучить французский? Я скажу, учить. И ты тоже задаешь вопрос, а как мне стать, Ярослав, наконец-то, не контролирующим генералом, немецким офицером с маменькиным сынком рядом. А как мне стать женщиной возле мужчины? И этот вопрос равен силен вопросу изучения нового языка. И ответ такой же. Нужно двигаться по этому пути, по которому не двигались твои родители, по которому не двигалась твоя мама, по которому не двигались, скорее всего, на уровне бабушек, прабабушек и так далее. У тебя есть два варианта. Либо продолжать терпеть, надеяться, бороться, сражаться, и все будет плюс-минус как есть. И, наверное, ты уже это пробовала. Либо понять, что эта херня не работает, и начать пахать над собой. Пахать над собой, как над женщиной. А знаешь, с чего начинается пахота? С признания правды. И с признания правды о себе. Кто я на сегодняшний день? Какая я? Да? В чем мои там проблемы? И дальше задавать себе вопрос. А кто мне может помочь в том, чтобы выучить новый язык? А кто мне может привести к мастерству владения новым языком? Кто мне может провести за ручку к тем результатам, которым я хочу? Ведь наверняка ты профессионал в какой-то сфере работы. Ведь ты сильная, контролирующая. На наверняка у тебя есть какая-то профессия, в которой ты профессионал, в которой ты посвятила годы жизни. Вот так же, если ты здесь посвятишь развитию себя, как женщины, хотя бы месяцы жизни, но в правильном обучении, твоя жизнь кардинально изменится. И тогда два варианта. Либо твой мужчина будет меняться, либо он не будет меняться, но ты примешь адекватное решение, уже сильное, правильное решение, с правильным и эффективным состоянием расстаться с этим мужчиной. И здесь варианты 50 на 50. Но если твоя цель будет меняться, чтобы изменился мужчина, это плохая цель. А цель меняться для себя, для того, чтобы быть счастливой, довольной, классной, это гораздо более эффективно. Если в этом нужна помощь, те из вас, кому важно разобраться в себе, как в женщине, разобраться в отношениях, разобраться в психологии мужчины, разобраться в психологии счастливых отношений, прямо сейчас под этим видео успей кликнуть по ссылке и записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Свой вопрос ты можешь написать по почте, которую ты прямо сейчас видишь на экране. Описать свою ситуацию, свой вопрос, и, возможно, мы его включим в один из следующих разборов. Прямо сейчас, если это видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока!